несмотря что у меня две левых рук нажали кнопочку и пошли налаживать шов добрый дням из украины сегодняшняя тема видео сварочный полуавтомат add-on smart mic 275 я сейчас как человек который является любительским сварщиком не так уж и сильно профессиональный но это и сам сварочный аппарат для домашних таких и бытовых условий и сейчас мы попробуем его разобрать покажем в размерах рассмотрим и что-то попробуем поварить и конечно же его сравним с моим старым тоже бытовым китайским сварочным аппаратом и принципе попробуем понять насколько он хорош насколько он плохи насколько он по факту облегчит нашу работу там нас кайзер ну по сути это что-то типа китайского да он у нас по факту поддерживает четверку электрод и свою работу как-то говорится он исполнял неплохо а вот это более уже до современный тоже кстати можно сваривать и электродом до четверки и сварка проволокой с газом и без давайте мы посмотрим какая комплектация сейчас приходит к нам add-on smart mic 275 и состоит непосредственно трубка для кислорода проволока это у нас идет плюсовая это без газовая до 1 килограмм так сейчас куда 1 килограмм 0 8 толщина это наш презент сейчас я расскажу почему у нас принципе на у нас такой презент ремешок щеточка это щеточка с молоточком непосредственно ручка до маски маска здесь идет бюджетная сам сварочный полуавтомат с рукавом видите у нас стекло для маски 2 вот этих запасных как они толком называются и сам не скажу колесико вот здесь есть запасное 08 не запасной 1 она сменная у нас идет и 2 хомута для газа для для трубки газовой и аранте гарантия здесь три го до тоже есть так что хотел показать обратите внимание что он очень маленький если мы поставим литровую банку видите если мы посмотрим то у нас получается что он вообще вот не большой от действительности небольшой маленький аппарат здесь у нас тоже место для проволоки открывается элементарно здесь он не большой тоже если мы присмотримся в нем и мы vimos да что здесь все шума здесь все пластмасса как и должно быть ролик катушечка очень миниатюрный если мы присмотримся он очень небольшой по сути маленький здесь у нас сзади если мы смотрим у нас есть включили выключили и вход для кислорода для газа это с газом это без газа все понятно да как бы сейчас мы это все и сделаем дальше что у нас здесь есть мы подключаем подключается она просто насколько можно здесь у нас есть две крутилочки первая крутилочка если мы варим без ну что с газом в режиме с газа без газа без особо без разницы то получается что вот эта крутилка отвечает за скорость подачи проволоки эта крутилка отвечает за напряжение когда мы включаем сварочный полуавтомат он у нас сначала запускается дальше вот от вот этой кнопочкой так и пальчиком есть мы себе настраиваем здесь у нас режим без газа здесь нажимаем газ здесь аргон м м м а это у нас получается электродами приобрести этот аппарат мы можем интернет-магазине варис где продавцы на высоком уровне решат все ваши проблемы немаловажно что в этом интернет-магазине есть скидка в районе 500 гривен на этот аппарат и если мы посмотрим да по интернету то я вам скажу честно что эта цена более менее демократическая ну что везде по интернет где-то в районе до 6000 и на сегодняшний день он стоит у них и 5250 и что немало важно что есть гарантии от производителя три года и это тоже я думаю немаловажно потому что три года гарантии это как минимум как минимум большущий плюс ссылочку в описании на интернет-магазин заправка проволоки происходит таким образом мы открываем здесь снимаем открываем откручиваем и заводим мы попробуем сначала завести его а потом уже так прикрываем дальше смотрите здесь у нас стоит на максимум подача проволочки здесь у нас принципе так но крутилка у нас не играет роль и нажимаем кнопку и смотрим работает так как сварочном полуавтомате не предусмотрена кнопка быстрой протяжки проволоки рукавом то получается нам все же таки приходится немножко подождать теперь давайте мы сравним старый образец и новый образец и попробуем понять насколько улучшится наша работа для для этого мы возьмем две жестянки вот таких замерим их с помощью штангель циркуля интертул вот такого он у нас циферблатом как у часов 150 миллиметров мт-3005 он видите да он принципе очень таки неплохой ну что мы можем замерить если сейчас вам покажу осмотрите вот до 0 2 сотых ну 0 2 миллиметра 002 миллиметра сейчас мы измеряем толщину что у нас толщина показывает нас толщина показывает ну миллиметр плюс минус меньше чуть-чуть ну скажем так миллиметр и сейчас мы попробуем с помощью электрода или проволоки сварить его кстати что здесь удобно здесь удобно то если он сбивается мы можем выкрутить вот эту фиксирующую деталь и подвести как в обычных часах точность самого штангель циркуля веща принципе нужная если вам что-то нужно точно более-менее точно измерить выставляем на двойку берем электрод двойка и пробуем приварить что у нас этого получится да да мы можем и прихватить что-то и даже что-то у меня что-то получается похоже на шоу да но мы видим если мы немножко про если мы немножко приблизили мы видим что если что-то где-то чуть-чуть завязывался сразу же есть про поливания электродом металла так крутилки выставляем на минимум а дальше будем пытаться подкрутить себе как лучше как хуже так вроде мы ничего не перепутали это выставляем для без сварочной сейчас мы его включаем смотрим на режимы у нас должен быть без газовый а ну-ка посмотрели да есть без газовый режим пробуем ну что же если тоже здесь сильно преусердство то тоже можно сделать небольшое отверстие но это больше связано с тем что я все-таки не являюсь а очень крутым специалистом ну давайте еще немножко попробуем скажу одно что варить действительности легче но нужно еще приспособиться ну что же давайте теперь попробуем сравнить более толстый металл сварить толщина у нас идет сколько там так 1 2 3 4 4 ну по сути с половиной миллиметра да это более уж такой толще так ну шок конечно получился таки неплохой несмотря на то что у меня три левых и ну давайте еще этот посмотрим ну здесь принципе не даже немножко лучше если сказать но смотрите это мы варили да вот это мы по сути варили плотно стоящие металлы и давайте посмотрим это мы варили полуавтомата аккуратно красиво но я еще буду играться у меня я думаю нужно здесь еще нужно поиграться с чем правильности подачи тока и скорости а это мы варили обычным электродом двойка на большом расстоянии сейчас попробовать приварить и одним и вторым не знаю получится не получится давайте попробуем дедушку выставим на тройку тройкой поварим а там будем варить единицы так а а и и и и и и Сейчас мы тоже прошли более толстый металл и с таким небольшим зазором. Здесь мы прошли с помощью полуавтомата. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Честно скажу, варить вот этот зазор было намного проще, чем варить вот этот с помощью обычной сварки. А ну давайте мы посмотрим ее. Несмотря что у меня две левых руки, я вам могу сказать, что у меня что-то даже получилось его приварить. Но вот здесь приварить было намного сложнее, чем приварить вот здесь. Здесь было просто нажали кнопочку и пошли налаживать шов влево, вправо, влево, вправо. Очень прикольно, очень классно. Вот например, когда мы проваривали, вот видите, вот здесь, когда два металла стояло вместе, то получилось, что проварка, ну мое впечатление, проварка непосредственно электродом была не такие сложные, потому что мы просто ничего сложного не делали. А здесь, когда когда расстояние уже было около трех-четырех миллиметров, накладка была уже сложнее. А непосредственно вот если взять уже полуавтомат, было намного проще, потому что мы просто водили рукой, просто нажал кнопку и просто налаживаешь, шел туда-сюда, туда-сюда. И в принципе мы видим результат. Красиво и четко. Вот в действительности красиво и четко. У меня есть несколько таких, знаете, смущения какое-то, да. Я вот если говорить про полуавтомат, варит он прикольно, хорошо, Smart Mi 275, суперово, да, можно сказать. Но, за счет того, что ты не понимаешь, как оно работает, еще твой даже палец не... И ты нажал, вот когда мы тонкий металл варим, ты не понимаешь, как, куда, и нужно еще с ним поработать, да. И когда вот, например, мы сваривали уже более толстый металл. Толстый металл, мне кажется, что даже вот сейчас дать любому, даже любому человеку, который... Вот я, да, вот я тоже любой человек, потому что я ее в руках никогда не держал. И если мы свариваем толстый металл, нам нужно только выставить напряжение, это ток, и получается более-менее подкрутить подачу проволоки, и варит он просто замечательно. Не нужно ничего там, что-то такого сверхъестественного. Что хочу сказать, он такие маленькие, удобненькие, и не можно работать, да. Вот для домашних условий, для дома, для быта, для гаража веща, я думаю, будут очень такие практичные и незаменимые. Я думаю, что если мы возьмем, например, будем сваривать электродами, ну нет смысла сваривать электродами, потому что я думаю, что мы не увидим большой разницы. Ну плюс-минус, да, в настройках он намного проще будет. Я не хочу затягивать время, но думаю, что он электродом варит не хуже, например, чем, ну, чем обычный, да, сварочный аппарат. Его задача варить. А непосредственно вот эта вещь, это хорошо. Конечно, рукав плохо, что он несъемный, но опять же, за съемный рукав нам пришлось бы доплатить еще немножко денег. А так, тоже не вижу смысла для домашних условий что-то покупать там с перебором. Мы можем себе, да, просто что-то подварить, что-то сделать и не запариваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова